Итак, коллеги, добрый день. Меня зовут Дмитрий Владимирович, и сегодня я проведу для вас ознакомительный вебинар по аналитической платформе Visiology. Я уверен, что все присутствующие знакомы с концепцией BI, и поэтому на этой части мы не будем долго останавливаться. Я лишь напомню, что основная задача Visiology, как и любой другой BI-платформы, это обеспечить быстрый и легкий доступ к полезной информации о вашей компании. Мы собираем данные из различных источников, преобразовываем их, визуализируем для лучшего восприятия, а где-то на другом процессе сетевого кабеля руководитель использует полученную информацию для принятия взвешенных решений. Как все это происходит в нашей платформе, я вкратце расскажу в ближайший час. Аналитическая платформа Visiology состоит из нескольких моделей. Первый и основной для бизнес-пользователя, тот, который вы сейчас видите у себя на экране, это аналитический портал. Тут публикуются все дашборды. Например, на данном портале представлены дашборды, рассказывающие о сети магазинов бытовой техники, о строительной компании, а также о компаниях в телекоммуникационной отрасли и электронно-торговой площадке. Они рассказывают о компаниях в разных разрезах. Например, мы можем посмотреть ключевые экономические показатели, такие как оборот, прибыль, дебюторская задолженность. Но что мы будем делать, если на дашборде нет какой-то информации, которая нам сейчас интересна? Например, мы знаем, что в 2016 году прибыль была примерно 5,5 миллиардов рублей. А что это за прибыль, как она формировалась, мы не знаем. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы можем либо создать новый дашборд, либо обратиться к виртуальному аналитику виток. Он преобразовывает наши запросы на естественном языке в аналитический ответ. Например, мы знаем про прибыль. Давайте его и спросим. Прибыль в 2016 году. Получив запрос, он его обрабатывает и показывает нам те же самые 5,5, примерно, миллиардов рублей. Какой же был план? Мы попросим его просто взять и сравнить с планом. После того, как мы увидели это сравнение, это, конечно, очень полезно, но хотелось бы еще знать, как эти данные распределяются по филиалам. Мы его попросим распределить данные по филиалам. Сам виток, как и все дашборды, доступны как и в веб-версии, которую я вам сейчас показываю, так и в мобильном приложении для iOS. После того, как мы посмотрели, как с этими дашбордами можно работать с точки зрения бизнес-пользователя, возникает вопрос, как эти дашборды создаются. И сейчас это мы разберем на простом практическом примере. Прежде чем начать работать с данными, их нужно загрузить. Перейдем на другой демо-стенд. Сейчас вы увидите дашборд стартовый, как и на предыдущем макете. На нем не будет данных, потому что наша база данных сейчас пустая. И как раз загружать эти данные мы туда и будем. Для того, чтобы это сделать, нам нужно перейти в панель администрирования. В ней есть настройки как основные, такие как настройки пользователей, их список, роли, настройки сервера и лицензии. Также и настройки портала. Это настройки, в которых мы настраиваем доступ к дашбордам, их публикацию. Настройки пользовательской аналитики, системы сбора данных. К ним еще сегодня потом вернемся. Но сейчас нас интересует база данных VQ. База данных VQ – это наша собственная разработка, многомерный memory alarm-база данных. Сейчас не будем долго останавливаться на теории. Только скажу, что основное отличие от революционных баз данных заключается в том, что работаем мы не с таблицами в этой базе данных, а с гиперкубами. Например, мы можем рассматривать данные в различной разрезности. Вот сейчас на экране пример таблицы. У нас есть данные по продажам различных видов товаров по апельсину, вишни, лимоград, лайм, по различным кварталам, по непосредственно товарам, по городам и данные, что когда было продано. В таком виде мы можем представить это в таблице. Если мы представляем это в виде гиперкуба, то все наши разрезности ложатся на оси этого куба. Соответственно, это регионы, время и продукты. Эти разрезности мы называем измерениями. А непосредственно сами данные факты, они оказываются на пересечениях этих осей. И называются они показателями. Вот, например, в Анапе в первом квартале апельсинов продано на полторы тысячи рублей. Это вот этот наш кусочек куба. Это та же самая строчка, что и была в нашей таблице. Первый квартал апельсины Анапа – полторы тысячи рублей. Только в том случае, когда мы будем обращаться не ко всем измерениям, а только к нескольким, мы будем получать агрегированные данные. То есть, если мы спросим про Анапу в первом квартале, то мы получим данные сразу и за апельсины, и вишни, и виноград, и лай. То есть, мы их сагрегируем. Для этого мы будем настраивать определенные функции агрегации. Это может быть сумма, может быть средняя, максимальная или минимальная значение. Для того, чтобы загрузить данные и создать подобную структуру, мы переходим в административную панель, открываем базу данных. Сегодня мы будем работать в базе данных демодата. И создадим первый источник. Как мы видим, сейчас здесь нет источников. Мы хотим добавить источник. Назовем его, так и назовем, демодата. У нас будет пример с продажами. Будет называться демодата сейлс. Данные загрузить можно из различных источников. Это могут быть SQL подключения. Это может быть CSV файл или Excel файл. Кроме того, существует коннектор к 1С, а также вы можете подключиться, по сути, к любым источникам через API. Но мы будем загружать Excel файл. Для этого выберем Excel файл, который мы сегодня будем загружать. После того, как мы его загрузили, нам нужно настроить данные. Для начала нам нужно создать группу показателей. Группа показателей — это, по сути, и есть наш гиперкуб. Назовем группу показателей демо-сейлс. Дальше нам нужно отметить, какие из представленных столбиков нашей таблицы будут измерения, а какие показатели. Например, фамилия менеджера — это будет измерение. Такое измерение мы и создадим. Также направление, по которому он работает, это может быть виртуальная реальность или аудиооборудование, или мультимедиапроекторы — это тоже будет измерение. Только уже другие. Также у нас есть данные по плану и факту продаж этим менеджерам, и они датируются всегда последним числом месяца. То есть у нас есть данные за месяц. Начиная с января 2018 года и заканчивая, соответственно, данными за 2020 год. Фактически данные заканчиваются в январе, а на феврале-марте у нас есть только плановые данные. Соответственно, нам нужно сказать, что мы загружаем дату. Будем загружать только месяца, потому что у нас есть данные, по сути, только за месяц. Нужно обязательно проверить, что формат даты совпадает. Это год, месяц, день. А дальше нужно загрузить наши показатели. В функции агрегации будет сумма, мы загружаем план и загружаем факт. Дальше осталось только нажать кнопку «Загрузить данные». Загрузка данных прошла успешно. И далее мы переходим в инструмент, который позволяет создавать дашборды на основе загруженных данных. Этот инструмент называется Dashboard Designer. Он подключается к тому же самому серверу, на котором мы находились. Это Polymedia.ru. Для того, чтобы нам создать дашборд, нажимаем кнопку «Создать». Нажмем его, назовем его «1DemoSales». У нас появится простой чистый лист. Для того, чтобы добавить сюда виджеты, нам нужно открыть вкладку «Вставку» и добавить какой-нибудь виджет. Давайте начнем с самых простых. Например, добавим обычный график. Когда добавляется график, у него есть уже определенные данные для того, чтобы было понятно, как виджет выглядит. Сейчас он привязан к некоторой таблице, которая совершенно не связана с нашими данными. Чтобы привязать наши данные, нам нужно в источниках данных выбрать VQ и добавить запрос к группе показателей, которые мы создали. Добавить показатель, например, фактические продажи. И добавить измерения, например, дата по году. Итак, мы видим, что у нас есть какие-то продажи, начиная с 2018 года и заканчивая 2020 год. Кроме того, что мы можем посмотреть факт, мы можем добавить еще один показатель и посмотреть план. Если мы посмотрели план и факт, по годам мы можем захотеть еще и посмотреть и по месяцам. Для этого мы можем добавить дополнительные измерения, например, месяц. Но тогда наша картинка будет абсолютно нечитаемой. Чтобы она стала чуть-чуть более читаемой, мы можем, во-первых, убрать подписи. А во-вторых, понять, с каким временем мы хотим работать. Возможно, мы не хотим смотреть все данные с 2018 по 2020 год. Поэтому для того, чтобы их как-то ограничить и ограничивать любые другие данные, можно использовать фильтры. К фильтру сейчас мы также подключим данные. И настроим влияние этого фильтра на наш вид. Мы будем выбирать и влиять годом. Соответственно, будем влиять на график. И у нас есть выбор 2018, 2019 или 2020 год. Например, выберем 2019 год. Так как мы собираемся смотреть только по одному году, то в нашем графике, в списке измерений, мы можем отказаться от графа года. Кроме того, раз мы делаем дашборд, то можно добавить ему и заголовок. Назовем... для того, чтобы добавить заголовок, нужно добавить поле текста. И назовем его дашборд продажи точка выполнения плана. Только нужно поменять цвет текста, чтобы было лучше видно. После того, как мы добавили простой график и увидели некоторую динамику, которая у нас есть, мы можем захотеть увидеть и некоторое распределение. Для этого мы добавим круговую диаграмму. То есть наши данные, чтобы мы посмотрели распределение по менеджерам, нужно привязать к ним данные. Переходим в VQ, добавляем запрос к тому же самому показателю с фактическими продажами. Только в этот раз измерения будут не дата, а направления деятельности. Чтобы это было лучше читать, мы отсортируем фактические значения продаж по возрастанию, и мы будем видеть, что наибольшее значение, именно 37% выручки, находится в мультимедиапроектах. Стоит также отметить, что сейчас у нас данные за все три года. Чтобы данные были только за один год, нужно также влиять фильтром. Теперь у нас фильтр влияет на оба графика. И на круговую диаграмму, и непосредственно на график. Для того, чтобы понять, почему мы где-то выполняем план, а где-то не выполняем план, хотелось бы понять, как работают наши менеджеры. А точнее, понять, как выполняют или не выполняют они план. И сколько менеджеров выполняют, а сколько не выполняют. Для этого мы добавим гистограмму. И из наших показателей плана и факта мы создадим новый показатель, расчетный показатель, который будет называться «Выполнение плана». И будет задаваться некоторым условием. Если план меньше факта, то, значит, мы его выполнили, мы будем ставить единичку в эту строчку. Если больше плана, то будем ставить ноль. Сейчас мы работаем с расчетными показателями, которые работают на уровне строк. То есть по факту в каждой строчке наших загруженных данных у нас появится фактически дополнительная колонка с сравнением плана и факта. И мы будем записывать нолик и единичку. Для того, чтобы реализовать этот показатель, мы будем использовать условное выражение if и наши два показателя. Если факт больше либо равен плана, то это будет единичка. Это будет означать, что мы выполнили этот план. А если нет, то ноль. Значит, мы его не выполнили. Итого у нас за все время 388 раз менеджеры выполнили план за все года по всем направлениям. Давайте, во-первых, нашим фильтром повлияем на нашу гистограмму. Теперь в 2019 году такое происходило 187 раз. А если мы еще добавим месяца, то будем видеть, сколько раз в месяц в 11 менеджеров в сентябре выполнили план. Можно добавлять и влияние с виджета на виджет. Например, круговая диаграмма будет влиять на нашу гистограмму. То есть мы выбираем здесь мультимедиапроекторы, и у нас остаются данные только по менеджерам, которые занимались мультимедиапроекторами. Для того, чтобы понять, хорошо это или нет, что 7 менеджеров выполнили план, нам нужно добавить еще один показатель. Это невыполненный план. То есть он будет считать менеджеров, которые план не выполнили. Он будет сдаваться практически тем же условием, только знак будет не больше, либо равно, а меньше. Сейчас у нас есть две гистограммы, по сути. Один с больше, другой с меньше. Но в таком виде это не очень удобно смотреть. Нам для удобства нужно включить накопление. Для этого нужно всего лишь поставить галочку. И теперь мы видим, какое у нас общее количество менеджеров, и какое количество менеджеров не выполнило план от общего, и какое было. Но вот эти подписи на маленьких частях нам мешают, поэтому мы их отключим. Оставим только общее количество, например. Но на самом деле даже его можно убрать. То есть мы будем видеть, какое количество у нас есть. А можем и оставить. То есть мы видим, что количество менеджеров меняется от месяца к месяцу. Какие-то уходят, какие-то приходят. Кроме того, сейчас у нас есть вот это замечательное влияние. Для того, чтобы понять, какой конкретно менеджер выполнил план, какой не выполнил, нам нужно добавить еще одно измерение. А в месяце в строке мы добавляем еще разбивку по менеджеру. И для того, чтобы это было удобно, мы будем смотреть не в таком варианте, не в полном списке, а использовать drill down. То есть возможность проваливаться на следующий уровень. То есть, например, мы смотрим, в декабре 5 менеджеров не выполнили план, а 4 выполнили. Двойным щелчком мы проваливаемся и смотрим, кто же эти менеджеры. Мы видим, что Алексеев, Баранов, Поробьев и Медведев, они свой план выполнили, а Виноградов, Григорьев, Семенов, Титов и Федоров план не выполнили. Для того, чтобы вернуться назад, мы нажимаем стрелочкой и возвращаемся назад. Если мы хотим посмотреть полные данные по менеджерам, то мы можем просто добавить таблицу. Например, мы можем добавить сводную таблицу, привязать к ней также данные из V-куба, выбрать нашу группу показателей, добавить все показатели, которые нам нужны, и также добавить измерения менеджеров и измерения месяцев. То есть сейчас у нас есть вот такая таблица, которой здесь не хватает места. Давайте мы поменьше сделаем виджеты в верхнем ряду. Это нам освободит место для нижних виджетов. Также на эту таблицу мы будем влиять с помощью нашего фильтра. И теперь у нас здесь данные только по 2019 году. И давайте с помощью круговой диаграммы будем также влиять на сводную таблицу. Таким образом, мы выбираем аудиооборудование, мы видим, соответственно, как что здесь происходит, и смотрим, например, открываем декабрь, смотрим, Соловьев не выполнил план, открываем Соловьев и смотрим по месяцам, каков был у него план, каков факт, и как он его выполнял или не выполнял. Но можно использовать и другие методы для того, чтобы смотреть динамику по выполнению планом конкретным менеджерам. Мы можем, по сути, построить гистограмму, которая будет и показывать вот эту разницу между выполненным и невыполненным планом, то есть расчетный показатель некоторый создать, и показать его просто в гистограмме. Но кроме гистограммы, есть и другие различные варианты, которые позволяют нам показывать данную информацию. Например, существует такой график, который называется Waterfall. Мы видим, что в нашей палетке виджетов его нет. Есть график гистограммы, линейочные, круговая карта, таблицы, спидометр, но его нет. Поэтому мы можем воспользоваться такой функцией, как пользовательские виджеты. Мы можем брать и создавать виджеты самостоятельно. Но можем не только создавать с нуля, а можем использовать либо библиотеки, либо виджеты, которые уже созданы на библиотеке. Таких библиотек самых известных, например, две, это D3GS и HighCharts. И сейчас мы возьмем и добавим виджет с HighCharts в объем кугле HighCharts Waterfall. Откроем демо на сайте HighCharts. Подождем, пока он загрузится. Вот таким образом выглядит WaterfallChart. Нам нужно получить его код. Мы забираем код из премьера. Открываем наш дашборд. Открываем пользовательский виджет и создать. Вставляем код виджета на JavaScript. Называем его Waterfall. И в палетке виджетов сейчас появится наш новый виджет. Вот он появился. Для того, чтобы он появился на нашем дашборде, мы должны нажать. Появился пользовательский виджет. Конечно, он пока не работает. Он не работает, потому что он был настроен под отображение вот в этой среде с этим кодом. То есть в контейнере. Нам нужно сперва подсказать ему, как ему отображаться. Для этого мы разрешаем редактирование кода и рассказываем, куда ему нужно рендерить. Сейчас у нас появился тот же самый виджет, что и был в Highcharts. Но нам нужно привязать к нему свои данные. Для этого нужно, во-первых, подгрузить данные из eCuba. В этот раз мы сделаем тоже расчетный показатель, который мы назовем тоже выполнение плана. Но посчитаем его по-другому. Мы будем считать разницу между фактическим значением и плановым значением. И разобьем эти данные по месяцам. Давайте посмотрим, в каком виде они приходят. Вот выполнение плана, вот месяца, вот значение. Сейчас на наш этот виджет ничего не влияет. Это данные, которые приходят на этот виджет. Для того, чтобы данные отобразились, нам нужно поменять немного код этого виджета, а точнее поменять то, с какими данными он работает. То есть вместо вот этих демо-данных нам нужно ему подставить данные, которые получаются из нашей системы. Сейчас мы именно это и сделаем. Для начала мы просто сформируем те данные, которые нам нужны. Для этого используется обычный JavaScript. Нет никакого своего языка. По сути, весь наш дашборд — это обычная веб-страница, и поэтому весь тот стек, который используется при разработке веб-страниц, он же используется и для создания визуализации на дашбордах. Конечно, можно его использовать не только для создания визуализации, но также и для изменения логики, если это необходимо. Но такая необходимость бывает крайне редко. Но на самом деле и необходимость добавлять визуализацию встречается не так часто. Сейчас мы его рассматриваем просто как пример возможностей платформы. Сейчас мы сформировали массив для всех наших данных. А сейчас добавим последний итоговый элемент, который будет суммировать. Тот, который сейчас называется balance на нашем графике. Мы его назовем итог. и соответственно к подмене в виджете данные, с которыми он работает. В том случае, если что-то не получается, есть консоль, которая показывает, какая есть ошибка. Например, в данном случае я не дописал название функции, и он не отработал. Пойда. Угнаем. Пойда. Спасибо вам. Пойда. Пойда. Все описки исправлены. Теперь данные подгрузились в том виде, в котором у нас есть. Давайте посмотрим еще раз на таблицу. Мы видим, что в январе мы получили 7 341 000 плюс, потом в феврале еще 9 миллионов плюс, дальше мы на 10 миллионов ушли в минус, на 5 миллионов еще в минус и так далее. Таким образом мы можем проследить всю эту цепочку. Это как раз те данные, которые у нас приходили через веку. Соответственно, теперь можно немного изменить его визуально, взять и подогнать его под нашу цветовую схему. Как вы видите, все виджеты сейчас, кроме нашего пользователя, используют одну и ту же цветовую палитру, потому что на нашем дарфорде настроена тема. Для того, чтобы поменять оформление виджетов, можно, конечно, каждый из них брать и в настройках менять заголовок, его цвет, менять то, как отображается легенда, менять размер круга, размер подписей, размеры и вид, соответственно, цветовой палитры. А можно просто поменять всю тему. Например, сейчас стоит тема Bright Color, можно поставить системную тему, она поменяет все наши виджеты и даже больше все дашборды на этом макете. Для того, чтобы все вернуть, нам нужно всего лишь поменять на ту тему, которая у нас стояла изначально. Для того, чтобы наш виджет не выбивался из общего вида, нам нужно привязать его к этой же палитре. То есть не ту, которую он получает, используя High Charts, а наш. Например, те графики, которые идут вверх, будут у нас синими, те графики, которые идут вниз, они будут у нас оранжевыми. А, соответственно, итоговое значение мы будем показывать серым. Это будет третий цвет. Соответственно, у нас появился наш виджет с нашими же данными. Конечно, сейчас на него ничего не влияет, и он показывает, в принципе, все данные по всем менеджерам, по всем подразделениям за все года. Давайте мы сперва повлияем на него виджетом год. Теперь у нас данные только за 19-й год. А потом мы повлияем на него гистограммой. Можно даже сперва повлиять круговой диаграммой, смотреть, как меняется выполнение плана по медиапроекторам, и мы видим, что в основном она идет в плюс. И в итоге мы на 12 миллионов превышаем выполнение плана. А также мы можем влиять на него и гистограммой. Сейчас, когда мы поставили влияние гистограммой, то мы можем провалиться в декабрь, выбрать титовый и посмотреть его данные. У нас показывается только декабрь, потому что влияние, когда произошло, оно произошло одновременно и по дате, и по менеджеру. Отключив влияние по дате, мы получим, опять же, показатель динамики титового. Мы видим, что в январе он прошел с небольшим плюсом. В феврале он ушел на 2 миллиона в минус от плана, а потом потихоньку выкарабкивался. Но в итоге все равно ушел в минус в последние 4 месяца прошлого года, но итоговый плюс 739 тысяч, что, в принципе, неплохо. Теперь этот виджет можно сколько угодно долго дорабатывать еще с точки зрения визуальной части. Например, сделать так, чтобы стиль shift был такой же, как и на наших диаграммах, чтобы был размер букв такой же. Но мы хотя бы уберем вот эту надпись USD, которая к нам не относится, потому что у нас все в рублях. И изменим надписи не в тысячах смотреть, а в миллионах с двумя знаками после запятой. Теперь, когда мы видим, какая у нас динамика происходит за 2019 год, мы можем посмотреть, что происходит в 2020 году. Но в 2020 году у нас еще прошел только январь, поэтому у нас есть на графике всего одна точка. Это январь факт и январь план. А есть план по январю, и по февралю, и по марту. Понятно, что когда у нас такая ситуация, то смотреть данные в виде графика не очень хорошо. Мы можем взять и поменять тип виджета на гистограмму. Тогда у нас есть план и факт, которые мы можем сравнить. Ну и на самом деле, наверное, пришла пора уже назвать наши графики как-то более осознанно, нежели чем просто график. То есть, первое это у нас динамика выручки. Например, круговая диаграмма — это распределение выручки. А гистограмма — это выполнение плана менеджера. А наш нижний график — это просто выполнение плана в миллионах рублей. Но что нам делать с тем, что у нас не хватает данных? Сейчас у нас есть данные по факту, но вот наступает февраль и март. Мы можем, в принципе, планировать и оценивать, руководитель может оценивать, какое количество выручки у него будет. И для того, чтобы их занести на дашборд, ему нужно их как-то ввести. И сейчас мы обратимся как раз к системе ввода данных. Система ввода данных позволяет нам вручную вводить данные. Для этого вернемся на наш макет от Polymedia.ru, вернемся также в административную панель и откроем там вкладку «Система сбора данных», которую мы в самом начале пропустили. Когда мы работаем с «Системой сбора данных», мы там тоже создаем многомерную модель. Но до того момента, пока мы не перенесли эту модель из «Системы сбора данных» в веку, они живут в поросли. Поэтому для того, чтобы создать там многомерную модель, нам нужно отдельно создавать показатели. Так как у нас может быть несколько различных показателей, они в системе сбора данных объединены в измерениях показателей. По сути, это будет также одна из осей куба, на которых будут лежать различные показатели. Назовем, так как мы хотим только один показатель ввести, то назовем их просто «Прогноз выручки». Так как мы создали целое измерение показателей, нам нужно еще создать просто один показатель, который мы просто назовем «Прогноз». и уровень показателей, так как их может быть несколько. Например, «Прогноз руководителя». Только что мы создали показатель, который мы будем использовать в нашем кубе. Для того, чтобы создать куб, мы создаем группу показателей. Прогноз «Продаж». Мы выбираем показатель, который только что создали. Добавляем календарь, так как мы хотим вводить данные по месяцам. Будем вводить их по месяцам и, соответственно, отображать год месяц. Нас сейчас интересует небольшое количество данных, а именно с 1 января 2020 года. Даже не с января, мы его не будем заполнять за январь, а с февраль и март. Ну, возьмем с января 2020 года и по конец марта 2020 года. Применяем, сохраняем календарь. Сохраняем. У нас не будет никаких других измерений, поэтому здесь мы их не подключаем. Сохраняем и переходим непосредственно в систему сбора данных. Там заходим «Навигатор форм» и создаем новую форму сбора. Это будет очень простая форма сбора. Например, мы выбираем группу показателей прогноз «Продаж», кидаем прогноз «Продаж» в стройке, а календарь «Продаж» в колонке. Это будет примерно вот такая форма, соответственно, где мы заполним данные за январь, февраль и март. Сохраняем. Возвращаемся в систему сбора данных. Возвращаемся в «Навигатор форм» и открываем только что созданную форму. Она появилась в списке форм. Вот есть прогноз «Продаж». Прогноз «Продаж» один. Ну и, предположим, у нас здесь за январь порядка 60 миллионов, за февраль, предположим, мы скажем, что 65, а за март 70. Вот у нас такой прогноз. То есть за январь у нас был прогноз 60 миллионов, за февраль 65, а, соответственно, за март 70. Теперь нам нужно данные сохранить. Но так как у нас это первый раз в веку встречается такой группа показателей, нам нужно сперва их туда перенести. Рекомендуется сделать полный перенос. Мы нажимаем «Ок», возвращаемся в административную панель, в систему сбора данных. Сейчас мы проведем полный перенос. Правда, перед этим проверим, что здесь выбрана наша база данных, а это не она. Мы работаем с база данных демо-дата и переносим данные. Пока данные обновлять, я расскажу, что данная форма, она может, конечно, представлять не такой простой вид. Она может быть растиражирована по различным измерениям. То есть, например, мы могли бы ее растиражировать по каждому нашему менеджеру, и каждый бы менеджер отдельно бы заполнял эти данные, и только потом бы они собирались. Причем, права доступа к той или иной форме можно было бы выставлять в панели администрирования, и, например, Сидоров не мог бы заполнять форму Федорова, а заполнял бы только свою форму. Пока у нас идет как раз копирование данных, хотелось бы узнать, живы вы ли? И слушаете ли меня что-нибудь? Ответьте в чат, если это так. Отлично. Я за вас и за себя очень рад. Копирование данных у нас как раз завершено. Соответственно, проверим, что наши данные переехали. Чудесно. Теперь у нас изменения стало намного больше. Возвращаемся к нашему 2020 году. выбираем виджет, добавляем новый запрос, выбираем группу показателей прогноз продаж. Прогноз продаж, добавляем. Сейчас он только вытого, и сейчас он у нас появится как месяц. То есть у нас есть январь, у нас был прогноз на 60 миллионов, соответственно, факт на 66, план на 62, условно говоря. В том случае, если мы взяли и поменяли наш прогноз, то мы просто возвращаемся в систему сбора данных. Возвращаемся к той же самой форме. Вводим и изменяем данные, которые мы вводили. И эти же данные изменятся тогда на нашем дашборде. Например, не 70, а 40. Нажимаем сохранить. Данные успешно сохранены, и копирование данных успешно завершено. Обновляем наш дашборд. И здесь уже 40 миллионов, а не 70, как было до этого. Таким образом, за последние 45 минут мы посмотрели базовые, скажем так, основные возможности работы с нашей платформой. То, что касается визуализации, то, что касается систем сбора данных, то, что касается каких-то базовых особенностей. Мы-то не успели посмотреть возможности согласования данных, также работы с регистровыми вводами и более сложные варианты загрузок данных. Сейчас бы хотелось понять, какие у вас есть еще вопросы. Если есть, на них ответить. И, соответственно, тогда, если их нет, то завершить наш вебинар. Спасибо. Спасибо.